Глава 35, 192 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Он дважды сказал пустыне. Пустыня называется необработанная земля. Она же называется землею жаждущую. Великолепно будет свисти и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Этими словами пророк показывает перемену в мире вследствие пришествия Христа. То есть люди, жаждущие, бездеятельные, будут пить живую воду учения Христова и увидеть славу Господнюю, как сказал Иоанн. Мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Слова и высоту Божию показывают, что Он, Христос, вознесшись на кресте, превзошел всех, которых называли богами. Стих 3. Эти слова Павел писал к евреям, чтобы он был помощником для притесненных, поддерживал руки расслабленных и побуждал их. Подобно тому, как воин-муж доставляет помощь ослабевшим. Видишь ли, не из испытаний, но из малодушия происходит оставление. Вот Бог наш воздает суд. Придет Он сам, а не иной. Так как никто не мог совершить нашего спасения, Он воздаст прежде суд. Смотри, как пали дела иудеев. Город их разрушен. Иуда удавился. Ирод, отец и сын, умерли позорнейшей смертью. Сапфира подверглась казни, пораженной внезапной смертью. Та же и Волф, и Лима. Невозможно ли Богу наказывать каждого в этом мире? Но выслушай, что говорит Бог не до конца гневается. Салом 102.9 Если бы Он тотчас наказывал по тяжести греха, то уже давно весь род человеческий был бы истреблен. Но не только здесь, а и в будущем веке Он будет воздавать им, иудеям и прочим. То немногое, что Он показывает, теперь обнаружит иногда наказание, иногда покой. Когда ты видишь демонов изгнанными, скорби удаленными, всю природу почитающую правду, зверей укращенными, всех тварей почитающими апостолов, то размышляй, что ты видел силу будущего, залог души. Тот придет и спасет нас. Придет сам, но не раб или ангел. И сам, что и Павел часто подтверждает, показывая высшую Его славу, когда говорит о Его пришествии в таких словах, многообразной, многократной и зревлей Бог, говоривший отцам нашим в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне. В этих словах Он сделал различие между Господом и рабами. Их пять. Тогда откроются глаза скрипых, и уши глухих отверзутся. Не о людях только сказано, что Он воздает, и потом будет воздавать им, но также и о дьяволе, так как и Ему Он воздал, связав Его в настоящее время. Откуда же это открывается? Никто, сказано, не может расхитить сосуды сильного, если прежде не свяжет Его. Марк 3, 27. И они, демоны, говорили, «Остас, что нам? И тебе, Иисус Назерянин, пришел ты прежде времени мучить нас». Марк 1, 24. Матфея 8, 29. «И Господь говорил, отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. А также видел я Сатану, как молнию спадшего с неба. И потом даю вам власть наступать на змеев, на скорпионов и на всю силу вражию». Тогда откроется очи слепых. «Будут исцелены телесные члены, необходимые для приобретения сообразного познания о Боге. Дьявол ослепил наш путь, заключил пути знания, которые ведут нас к Богу. Выслушай блаженного Павла, который говорит, «Ибо невидимая его вечная сила от создания мира через рассматривание творений видимых». Но как может видеть то, у кого нет глаз? Об ушах же он сказал, «Слух же! Услышите!» Если кто не имеет ушей, то как он может слышать? Но тех, которых ослепил враг, пришедший Христос исправил. Не только обновил телесные члены, но и нравы душевные. Что пользуешься, если просвещены внешние члены, когда ослеплен разум? Часто и при открытых глазах не видит. Но если он, Христос, делал врачевание для глаз, то тем более сделает его для душ, когда заблуждение проникло в ум, или когда какая-либо болезнь возмутила правильный порядок душевной жизни. Так это и было. Христос все это устранил. Тогда вскочит хромой, как олень. Он даровал не только телесное здоровье, но всем приступающим к святым рукам его разрешение от уст душевных. И ясно будет говорить язык косноязычных. Невежды и необразованные победили мудрецов и философов. В форме народа иудейского, который, будучи упрям, ожесточился в отступлении, не послушал священного писания и уклонился от спасения. Стих 7. И превратится призрак вот в озеро, и жаждущая земля в источники вот. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Пророк показывает неожиданное и совокупное получение благодеяний и прохлаждение жаждущих душ. Нет иной более суровой пустыни, как бездеятельные невозделанные души, ставшие обиталищем зверей. Подобно тому, как в пустынях обитают звери и произрастает терния, так и в душах людей. Тоже говорил и Христос. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Уверующий меня, как сказано, и в чрево потекут реки воды живой. Почему, он говорит, источник будет? Сообразуется со святостью христиан и умерщвляет силу страстей. После крещения, после просвещения это будет, так как мы ничего не имеем от себя самих, но все нам даровало благоволение Божие. Там, где шествуют ноги царя, каким образом не будет чистым и святым путь. Там, где бьет такой источник, каким образом потоки не будут напаять жаждущих душ. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. И идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. Очистим же самих себя, когда станем пришельцами Господа, чтобы идти по этому пути. Никто, шествующий при свете, не может уклониться от пути. Не будет там льва. Что это за лев? Тот, кто желает считаться львом, желает, чтобы его слуги считались злыми зверями. Все таковые, как бы ни старались, однако не принесут никакого вреда истинно верующим. Те, которые ходили путями грешников, освобожденные и собранные Господом, искупленные ценой его святой крови, пойдут по пути его. Хотя кое-что из этого было видимо во время возвращения из плена, однако вполне это исполнилось во время пришествия Христова. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Хотя некоторые полагали, что все это исполнилось во время возвращения из плена, однако тогда не могло быть, чтобы не было больше скорби и печали, и воздыхания, чтобы они отбежали. Во время же Христова все это исполнилось. Поэтому апостол сказал, радуйтесь, всегда радуйтесь, и во всякой молитве пребывайте. Так как церковь более не рождает своих сыновей со скорби и не умножается печали воздыхания, но отбежит болезнь и печаль и воздыхание.